Ребята, всем привет! Вышло солнышко. И мы направляемся сегодня прогуляться в сторону района Коньялты. Покажем пляжи. Какие красавцы мотоциклы! Полиция! Ямахи. Мы находимся в порту. Старый порт. В районе живем Калеичи. Но интересно показать именно пляжи. Я показал уже порт. Единственный пляж за портом. Поднимаемся по улице. Отличная погода. Одел кофту, но хочется быть в одной футболке. Сзади меня вот такие районы. И море. Красота. По этой дороге мы сюда приехали. С правой стороны стена. Вот электромотоцикл. Ну, ребят, не пешком же на гору. Панорамный лифт. Вот взгляд на этот лифт со стороны дороги. Это единственная, наверное, дорога, по которой можно въехать в старый город Калеичи. Панорамные виды. А здесь дорога имеет такой вот крутой поворот. Я вот думал, здесь должны какие-то быть зеркала во многих городах, чтобы видно было, куда ты выезжаешь и кто тебе навстречу. Но здесь этого нет. Здесь все притормаживают, потихоньку ездят. Еще один вид на старый порт старого города Калеичи. Это со стороны дороги. Дорога, по которой заезжают в этот старый город. А если повернемся и посмотрим в другую сторону, мы видим такие колоритные кактусы. Цветут. Или это уже плоды? Нет, это цветы. Ребята, панорамный лифт. Лифт из новой Анталии. Старый город. Мы идем вперед. Ребят, памятник Султану. Вот дорога, по которой мы ехали в наш отель. Анталия. Наслаждаемся видами. Шикарно все. Отдыхающие. А, кстати, какой-то блогер снимал. Я узнал это дерево возле памятника Султана. Он тут сорвал мандарину или апельсину в декабре месяце и съел. Но, судя по всему, тут блогеров уже прошло много. Ни одной апельсинины, ни одной бандариныны. Все съели, короче, злодеи. Пальма. Красивейшие виды. Мир цветов и красоты, ребят. Смотрите, как все красиво. Все цветет. Небольшой скверик. Работают фонтанчики. Трамвайная линия. А вот трамвайчик. С левой стороны линопарк был. А что это? Симпатичка. Симпатичка. Сладбищая водичка. И кто это? Мустафа Эртогрюл. Какой-то военоначальник. Мы с ним тоже познакомились. Пройдемся, что это такое. Тоже какой-то парк. Интересная зона. Ох, какие виды. Ох ты-ка. Такой грот. Шикарная зона. Ветрино. Мы, наверное, туда спускаться не будем. Не теряем время. Очень красиво, ребят. Гуляем трубками. Птички. Зелена. Первый раз здесь бродим. Вообще Анталия интересный город. Интересные места, красивые. Везде все охраняется государством. Полиция мотается, следят за порядком. Чисто. Люди сидят, отдыхают. Кушают. Ух ты, рыбак. Ничего себе. Сейчас посмотрим. Как они с этой высоты умудряются что-то ловить. Ребята, сейчас посмотрим. Ну, боже, у меня дух захватило. Сейчас, секундочку. Продолжаем съемку. И теперь посмотрите, какой обрыв. Ребят, рыбаки умудряются здесь ловить рыбу с этой высоты. А что удивляться-то? У нас тоже с мостов ловят. Но здесь просто даже находиться на краю такого обрыва надо иметь великое мужество. Ребят, я вам скажу, это опасно. Неожиданно увидели такие виды. Интересно, что тут ловят. Вот мы там стояли. Смотрите, какой обрыв. Ну, это что-то. Видишь? Вот если бы мы еще рыбу поймали, было бы классно. В каком живописном месте стоянка для авто для посетителей кафе. Это ирисы. Да, ирисы мне подсказывают. Хорошая музыка, отдыхающая. Можно взять чашечку чая, кофе и наслаждаться морем, которое сейчас в дымке. его плохо видно. Почему-то эта площадка ограждена. А, возможно, обвал. Сюда выходить нельзя. Возможно, это обвалится может. Дорожка пошла прямо. Решили свернуть налево. Потому что здесь очень красивейшие виды. Вот смотрите, вы здесь можете наслаждаться пить чай и в то же время любоваться вот таким обрывом. Ну, это что-то. О, боже! Как там скала держится. Как опора, которую подмыло уже. Ну, как места. Места замечательные. Тут можно бродить просто днями. Я так думаю, если бы на месяц сюда приехали, и этого времени бы не хватило. Замечательно. Какие-то... Что это такое? Хотел сказать, пещеры. Да нет, это не пещеры. Сейчас все снимаем, показываем. И это все будет на память нам. Вот наверху кафешка. Не знаю, стоит ли к рыбакам ходить. Вот такими вот дорожками, ребят, можно спуститься к морю. Сейчас вам покажу эту лестницу. Немножко, секунду внимания. Видите, где рыбаки? Вот как они туда спустились. О, вот и лестница. Вот, смотрите, тут поручни. Вот такие поручни. Главное, чтобы это все не обвалилось. Боже, я над пропастью. Смотрите, что подо мной. Интересно, обрушение здесь есть вообще когда-нибудь? здесь все так же рыбаки. Поднимаемся наверх. Говорим, до свидания этому месту. красивейшие места. Море. Море сливается с небом. Так, ну что, выходим снова на центральную улицу. Где-то рядом мечеть. Сейчас перейдем интересный мостик. Ух ты, какая-то речушка. Старый деревянный мост. Странно, что воды мало. Вроде идут дожди. Но они воду аккумулируют. Мы вот, когда летели с самолетом, мы сколько видели озер в горах. Видно, построили плотины, дамбы. Ну, с одной стороны, хорошо. У них все время есть как бы вода. С другой стороны, что речки как-то пересыхают. И вот мы видели пересохшую реку Гвинюке. практически пересохшую реку Чамьево, которая разделяет, река разделяет Кириш и Чамьево. Такие озерца там. Ну, зато пастухи, которые пасут овец, там могут напоить свою отару. С левой стороны кафе. И потихонечку мы таки пришли к пляжной зоне Конь-Алты Анталии. Красивейшие виды. Ну, а мы сейчас будем спускаться вниз. Просто покажу дорогу, по которой мы сейчас будем спускаться. И по этой дороге также спускаются и поднимаются автомобили. Ну, кто-то и на велике катается. Интересный район. С лавочки нужно отдохнуть, расслабиться, попить водички. Будем пешком топать. Топать вниз. А потом будут топать вверх. Ну, если надоест топать, возьмем такси. Ну, походу проще взять на прокат автомобиль. Что, перебежим? Перебегаем. Справа лифт. Написано Анталия лифт. Нигде не указано, что Риксис. Вот туда поднимаются отдыхающие Риксисы. Мы увидели, что рядом с лифтом, там за лифтом есть лестница. и, соответственно, просто и спеши маршрут, подняться наверх, на гуру по такой лестнице. Что здесь интересного, ребят? Да, все интересное. Набережная. Гуляем по набережной. Люди отдыхают, слушают музыку. Вот кто-то молится. детские площадки. Что это такое? А, это прокат велосипедов. Пойдем ближе к морю. Я вам сейчас вам покажу беговую дорожку и дорожку и велодорожку. Взяли на прокат велик и катайтесь себе на здоровье. Ну, здорово, здорово. Велодорожка. Ну, это просто тротуар, но, говорят, где-то здесь есть еще беговая дорожка. Вот такое покрытие интересное. Нога прямо прилипает к этому покрытию. Может, это беговая дорожка? Не знаю. Будем гулять, узнаем. Люди отдыхают на море. Ну, мы тоже подойдем к морю, но чуть попозже. Сейчас пока будем гулять, сколько сможем дойдем по этому району. Ребята, вот идем гуляем по дорожке, привлек внимание мне такой маленький автомобиль. как автомобиль? Да, просто такой аппарат, где человек просто ходит, собирает мусор. Hello. Собирает всякий мусор. Вон, бычки, вон, ложечка. Нет, не берет ложечку. Первый раз вижу. с пылесосом по лужайке. Ну, молодцы, отлично. Вот вон, пожалуйста, коммунальное место. Кафешка. Цен нет. А зря. Так, не знаю, что это такое, но 155 лир гамбургер. Плюс что-то еще и кола 57 лир. Все очень здорово, красиво здесь. Дышим морским воздухом, наслаждаемся. замечательное место. Замечательное место. Замечательное место. вот так вот. Вот так вот. пробежался, не взлетел. Я так думаю, что не удалось что-то сделать. Хотя, возможно, это просто тренировка. Отличные места, ребята, отличные. Есть дорожка, вторая, пойдем туда. дорожка, получается, по-хитрому как-то раздвоилась. Одна, получилось, пошла рядом с кафешками, а вторая, вот она, основная пешеходная дорожка, находится здесь, рядом с морем. Ну, и как вам вот это вот? Ну, пляж относительно чистый. И, конечно, такая галька, ну, не знаю, как там море это все выглядит, но кто-то бутылки оставляет, вот какие-то шмотки валяются. Ну, сейчас только начинают готовить к сезону все. Сейчас это все уберут, пересеют и будет все отлично выглядеть. Что еще хочу сказать? Вот по пляжу как бы бегает много собак, но они все с чипами. На ушах видно, что ухоженные, стерилизованные. Вот такая история. Собачка лежит на дороге. Да, буду валяться дальше. Воскресенье отдыхают люди. Солнышко, море. Вот что нужно, мир и спокойствие. Значит, пляж здесь, ребята, это все муниципальный, то есть это город, принадлежит пляж-городу Анталия, и потому здесь не может быть как бы разделен пляж на какие-то участки для какого-то отеля. это все общее. Смотрите, такой вал. Валун получился. Море намыло. Здесь мокрая такая валька, щебенка. Ну, посмотрите, это берег. Красотень. Пока. Ребята, всем пока.